Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я проснулся и, поверите ли, почтеннейший архипастырь Я слышал их, проснувшись, и видел его выходящим из двери Я вскосил посмотреть далее, но более уже ничего не видал Вот вам и стоит моя совершенная Посудите, мог ли я противиться? В 1796 году, 5 ноября, цесаревич Павел Петрович обедал на Гатчинской мельнице в пяти верстах от своего дворца Перед обедом, когда собрались гости, составлявшие гатчинское общество Цесаревич и супруга его рассказывали Плещееву, Кушелеву, графу Вильгорскому и Бибикову свое сновидение в ту ночь Павел Петрович во сне сознавал, что некая невидимая и сверхъестественная сила возносила его к небу Он часто от этого просыпался, но опять засыпал и опять был разбужаем повторением того же самого сновидения Наконец, приметив, что Мария Федоровна не спала, пересказал ей сон свой и узнал, что и она тоже самое неоднократно видела во сне После обеда он получил известие о внезапной смерти императрицы Екатерины, постигшей ее утром того же дня Итак, обе эти души во сне предузнали свое неожиданное возвышение по воле живущего на небе царя царствующих Куда возносила их какая-то невидимая сила в часы сна их Ночью снилось мне рассказывать епископ Порфирий Успенский, будто я был у Константина Сербиновича, служившего при Святейшем Синоде И он учил меня разрезывать снеди для гостей на малые кусочки Время объяснило это вещие сновидения Синодальное начальство, которое во сне моем представлял Сербинович, недовольное тем, что я уехал из Киева в Иерусалим 23 марта Не дождавшись решения его, тогда как оно намеревалось вызвать меня оттуда в Петербург, чего я не знал Прекратило высылку мне жалований из столова, оклада моего из синодальных сумм в течение всего 1952 года Это лишение стесняло меня с первых потребностей жизни Мне приходилось довольствоваться кусочками Не раз я напоминал Синоды Министерства иностранных дел об удержании моих денежных окладов И 2,2 получил их уже 8 мая 1953 года Да и те только со дня выезда моего из Одессы в Константинополь 30 марта Как будто я с сентября 1952 года по этот день не состоял на службе Кроме всего за весь 1953 год на содержание меня и веренной мне миссии Выслали только первую треть наших окладов И ту очень поздно во время разрыва мира с Турцией Я получил ее 9 сентября В таких обстоятельствах благоразумие понудило меня отослать жившего на моем иждивении Яродиакона из греков И сократить расходы столовые Так что миссия довольствовалась кусочками Вещи сновидения Замечательные сновидения Душа моя предвидела лишение и скорби моей еще тогда, когда Синод намеревался вызвать меня из Киева в Питер Следовательно и не думал лишать меня окладов моих А к помянутому разрыву еще не было ни малейшего повода Как же она предузнала то, что еще не существовало и что воспоследовало спустя долгое время Как она в 8 день февраля 1952 года своеобразно предрекла будущую скудость мою Продолжавшуюся до 9 сентября 1952 года Тогда как нельзя было и думать, чтобы могли решиться наказать меня ни за что ни про что, вычетом из жалования моего На эти вопросы один ответ Душа одарена богоподобной способностью видеть будущее как настоящее и метко творить для него пристойные образы Приведем теперь несколько сновидений этой категории из английской жизни Случаев вполне удостоверенных Следующий рассказ получен профессором Барреттом в 1875 году от госпожи Линкольн Утром 7 февраля 1955 года в Маунт Плезенсквер в Дублине, где я тогда жила Я проснулась после тяжкого сна, воскликнув «Джон умер!» «Спи!» — сказал муж «Ты бредишь!» Я уснула, но вторичнее проснулась с теми же словами И попросила мужа посмотреть который час Он сказал мне, что два часа Этот сон сильно подействовал на меня Я на другой же день отправилась в город Где пошла в контору за известиями Джон Сэ весь предыдущий месяц провел в Дендруме Он не был мне родственником, но очень близким приятелем Когда я подошла к дому, я увидела, что он заперт И стоящий у двери человек сказал мне «Барыня, господин Джон умер!» «Когда он скончался?» — спросила я «Сегодня в два часа утра!» «Я до того была поражена страхом, что ему пришлось проводить меня в передние и принести мне воды» «Я ничего не знала про болезни, с которым разговаривала две недели тому назад» «Тогда он жалился на легкую простуду, но надеялся, что ему поможет пребывание в Дендруме» «Откуда скоро думал вернуться?» «После этого я более с ним не встречалась и ничего про него не слыхала, пока не увидала тот сон» «Когда я была десятилетней девочкой», — сообщает госпожа Джарретт «Старый друг нашего семейства, особенно дорогой мне датчанин, бывший преподаватель датских принцев, а впоследствии учитель языков в высшей школе в Сан-Франциско «Думал улучшить свое положение переселением в город Мехико» «Несколько месяцев после его отъезда я видела во сне, что он сидит в конторе моего отца» «Что я немедленно побежала к нему, воскликнув, как я рада, что вы вернулись» «Он поднял руку, как будто желая слегка оттакнуть меня и серьезно сказал, не приближайся ко мне» «Я умираю в Мехике от горловой болезни и пришел известить об этом твоего отца» «Я отступила печально и пораженная ужасом и проснулась» «На другой день я всем рассказала про свой сон и надо мной много смеялись» «Но мой отец уже с некоторого времени ничего не слыхал про нашего друга» «И только через три недели я случайно уловила следующие слова, сказанные ему одним господином» «Скажите, доктор, слышали ли вы про своего друга Г?» Отец ответил отрицательно и господин продолжал «Мне говорили, что он умер в Мехико три недели тому назад от горловой болезни» «В понедельник 31 июля 1854 года сообщает Андрей Джюкс «Я был в воркшопе у господина Геннинга, агента герцога Ньюкестерского «Как только я проснулся в то утро, а некоторые утверждают, что это было во сне «Я услыхал голос старого моего товарища по школе, умершего два года тому назад, который сказал мне «Ваш брат Марк и Генриетто умерли» «Эти слова звучали у меня в ушах, когда я проснулся «Мне казалось, что я их слышу наяву» «Мой брат тогда был в Америке, и оба были здоровы, когда я в последний раз слыхал про них» «Но слова, относившиеся к нему и к его жене, так сильно на меня подействовали, что я при выходе из своей спальни тут же на месте их записал на клочке старой газетной бумаги, не имея другой бумаги под рукой «В тот же самый день я вернулся в гель, упомянул жене остучившимся и записал в дневник, который еще сохраняю, факт, произведший на меня столь глубокое впечатление «Я совершенно уверен, что эта заметка в дневнике, как бы копия с вышеупомянутого клочка газетной бумаги» 18 августа, тогда Атлантический телеграф не был еще проведен «Я получила 1 августа письмо от жены моего брата, в котором она сообщала мне, что Марк только что умер от холеры «Прочитав проповедь в воскресенье, он заболел холеры, в понедельник и умер, во вторник утром умер «А она та же писала, что она сама больна, и что в случае ее смерти она желает, чтобы детей взяли в Англию «Она умерла через два дня после мужа, 3 августа» «Я тотчас же отправился в Америку и привез детей домой» «Голос, который мне послышался и про который сначала я думал, что слышу его во сне, так на меня повлиял, что хотя уже звонили к завтраку, я не мог сейчас спуститься в другой этаж «Весь день и еще в течение некоторых других я не мог отдоделаться от этого впечатления» «Я имел самое сильное впечатление и даже убеждение, что мой брат умер» «Я должен, может быть, прибавить, что мы не имели понятия о том, что холера свирепствует в соседстве прихода моего брата «По произведенному на меня впечатлению, я думал, что если голос говорит правду, то они оба, вероятно, погибли от несчастного случая на железной дороге или на пароходе «Но заверьте, что в ту минуту, когда я слышал голос, мой брат еще не умер, он умер рано на другое утро 1 августа, а его жена двумя днями позже, 3 августа «Я не берусь объяснить, я просто привожу факты и явления», но произведенное на меня впечатление было самое глубокое и совпадение довольно замечательное Вот еще несколько рассказов о том же Один из сотрудников журнала «Интеллидженс Разумс» рассказывает следующий случай «У меня есть дядя, единственный брат моей матери, строитель и управляющий пороховыми и динамитными заводами «Нобель ИК» в Париже «Так как он очень много путешествует, мы часто не имеем о нем никаких известий Молчание его иногда нас не на шутку беспокоит Однажды ночью в феврале 97-го года, в то самое время, когда мне снился совершенно обыкновенный и незначащий сон Я вдруг услыхал ужасный треск, точно пушечный выстрел, и увидел вспышки то зеленого, то синего пламени, сверкавшего во всех направлениях как молнии И вместе с тем почувствовал себя совсем разбитым, как бы уничтоженным Потребовалось несколько минут для того, чтобы прийти в сознание, что я жив И что все это было только сон Потом уже мне пришла в голову мысль о дяде и подумалось, что один из ее пороховых заводов взорвало На другое утро за завтраком я рассказал брату это замечательное видение, не имевшее ничего общего с предыдущим пустым сном И прибавил предположение, что один из длинных заводов взорвало Два дня спустя мы прошли в газетах телеграмму о взрыве порохового завода Нобеля в Шотландии, близ Айершира Причем погибло около шести человек, и все окна на протяжении сорока миль в окружности оказались выбитыми По наведению справок мы узнали, что завод взорвало именно в то время, как я видел свой замечательный сон Принимая во внимание разницу во времени между Небраской и Шотландией Дядя же, слава богу, тогда не было на заводе, он уезжал во Францию Мне кажется, что здесь не должно быть и речи об обыкновенной телепатии Так как сам дядя во время моего видения еще не знал о взрыве на своем заводе И не мог передать мне известие телепатически Этот случай может быть легко объяснен как с помощью гипотезы, что душа человека во время его сна может находиться в любой местности Так и предопущение ее ясновидения, которое не ограничивается пространством Передадим замечательный весь чесон основательницы и первой игумени спаса Бородинского женского монастыря Марии Веру генеральша Маргариты Тучковой Маргарита Тучкова, урожденной Нарышкина, родилась в 1781 и скончалась в 1852 году Это была женщина крайне нервного темперамента и в детстве родители звали ее блуждающим огоньком Первый брак ее был несчастлив и она была разведена со своим мужем В 1806 году она вышла за генерала Александра Тучкова и сопровождала мужа своего в шведском походе и вместе с ним возвратилась в Россию Наступил знаменитый 12-й год, Тучков со своим полком стоял в Минской губернии, когда получил приказ сдвинуться к Смоленску На этот раз молодой женщине было невозможно сопровождать мужа и было решено, что она вместе с маленьким сыном и француженкой гувернанкой Мадемазель Бавари проводит полк только до Смоленска и затем вернется к родителям своим в Костромскую губернию Недалеко от Смоленска в одной деревушке полк был остановлен на ночевку Генералу с его семейством была отведена небольшая избушка Будучи крайне утомленной долгой и трудной дорогой, госпожа Тучкова вскоре заснула и увидела сон Ей снилось, что над ее головой висит рамка, в которой написано кровавыми буквами следующее надпись «Твоя судьба решится в Бородине» Большие капли крови отделились от букв и струились по бумаге Несчастная женщина испустила крик ужаса и соскочила с кровати Генералу гувернанка в страхе бросились к ней Она была бледна и стонала, как в лихорадке «Где Бородино, мой милый? Тебя убьют в Бородине!» «Бородино?» — повторил генерал «Я первый раз в жизни слышу это имя» И действительно, Бородино в то время никому не было известно Тогда госпожа Тучкова рассказала свой сон Муж и мадемуазель Бавары начали утешать ее, говоря, что Бородино просто вымышленное имя И хотя во сне было сказано, что ее участь решится в Бородине Отчего же генерал будет непременно там убит? Следовательно, толкование ее является совершенно произвольным «Твои нервы расстроены, дорогая?» — сказал в заключении генерал «Постарайся лучше заснуть» Утешенная, спокойным видом мужа, госпожа Тучкова скоро опять уснула Но снова увидела тот же сон Та же рамка, та же надпись, те же капли крови Но на этот раз, кроме того, близ рамки она видит стоящего священника Отца ее Нарышкина и брата Кирилла Она проснулась в таком ужасе, что генерал и мадемуазель Бавары были не на шутку испуганы Истощив все средства успокоить жену Генерал предложил посмотреть ей военную карту России Чтобы убедиться, что никакого Бородина в России нет Немедленно же был отправлен гонец в полковой штаб Дежурный офицер, испуганный требованием карты среди ночи, привез ее сам Генерал берет карту, развертывает ее на столе Но самое тщательное изучение ее не открывает из следов Бородина Судя по его гармоничному имени, сказал тогда генерал Бородино должно быть какое-нибудь итальянское название Но крайне невероятно, чтобы война была перенесена туда Следовательно, ты можешь успокоиться Но несчастная женщина была неутешна И когда наступила минута разлуки, она была в сильном отчаянии Нарышкины уехали в свою деревню близ Кенешмы Но госпожа Тучкова, чтобы иметь свежие новости с театра военных действий Предпочла остаться в Кенешме, где ей наняла с сыном мадемуазель Бавари маленький домик Всякий почтовый день она ждала с лихорадочным нетерпением Генерал писал очень аккуратно Наступило 13-е, 1-е сентября, день ее ангела Возвратившись от обедни, госпожа Тучкова села к столу и погрузилась в глубокую думу Вдруг голос ее отца заставляет ее очнуться Первой ее мыслью было то, что господин Нарышкин приехал из деревни, чтобы поздравить ее с днем ангела Она подняла голову, перед ней стоял отец ее с маленьким сыном на руках и священник Все страшные подробности рокового сна мигом воскресли в ее памяти Не доставала только брата для пополнения картины А Кирилл, прошептала она в ужасе В это мгновение он показался на пороге Он убит, закричала она в отчаянии и лишилась чувств Когда она пришла в себя, близ нее хлопотал отец и брат Было страшное сражение близ Бородина, сказалось сквозь слезы брат, который был аддитантом Барклай-Детоли И по дороге в армию заехала в деревню нарочно, чтобы известить семье о постигшем ее горе Как только позволили ей силы, госпожа Тучкова отправилась на поле сражения Чтобы отыскать тело своего мужа Ночью сопровождаемая лишь старым седым монахом, освещавшим ей путь факелом Бродила она по Бородинскому полю и рылась среди массы трупов, переграждавших ей дорогу Но тщетны были все ее поиски Место, где пал генерал, было приблизительно известно И здесь в память мужа госпожа Тучкова воздвигла женский монастырь во имя Спасителя Император Александр I прислал ей 10 тысяч рублей для этой цели Она была первой игуменей монастыря, удостоилась похвалы императора Николая I И умерла в 52-м году, оставив по себе самую святую память Во всех тех, кто имел только случай знать ее Монастырь существует и по сие время Сон игумени Спаса Бородинского монастыря в свое время напечатан во многих русских журналах Предлагаемый рассказ ей самый верный из всех Так как составленный госпожой Тольской Со слов Марии Тучковой, племянницы генерала Слышавшие его о самой игумени столько раз Что по ее словам даже и самые выражения запечатлелись в ее памяти В книге простая речь о мудреных вещах Погодина Тоже упомянута об этом сне Но автор прибавляет, что не помнит хорошо рассказа Так как затерял где-то подлинное письмо игумени, написанное к нему по этому поводу Геллеров, редактор московской газеты «Вестник» сообщает следующий вещий сон Видение его близкой родственницею, виденной, девицею В годы западала до ее кончины, последовавшей в исходе декабря 1884 года Снится ей Является к ней ее родной дядя, умершей, когда она была еще ребенком И потому едва ли особенно часто приходивший ей в голову Тем больше, что она и весьма редко видела его «Люба, тебе пора к нам», — говорит пришедший «А сам такой нарядный и веселый» «Неужели вы оттуда?» — спрашивает она его «Да, оттуда», — отвечает пришедший «Пора и тебе» «Мне бы не хотелось», — возражает она «Неужели нельзя погодить?» «Немного-то, пожалуй, можно», — соглашается тот «И то, если ты не будешь предпринимать далекого путешествия» Сон этот произвел на родственнице Геллерова весьма сильное впечатление Она тогда же рассказала о нем матери своей, родному брату и сестре Которые после ее кончины вспомнили этот сон и передали о нем Геллерову Мать девицы постоянно предостерегала свою дочь при выездах из дома, вспоминая этот страшный сон Через полтора года сон этот сбывается при обстоятельствах, резко его подчеркивающих Родственница Геллерова внезапно умирает От той же самой болезни, от которой скончался и явившийся ей ее покойный дядя От разрыва сосуда в мозгу Кончина последовала не у себя дома, а в доме двоюродного брата покойной, доктора Которому та пришла за медицинским советом Двоюродный же брат покойный, сын явившегося ей дяди Скажет случайность, прибавляет господин Геллеров Но при других обстоятельствах сон этот мог бы и забыть Внезапность кончины вне дома и при том при столь кратковременной отлучке покойной Не могла не напомнить сна с его вещим характером Вот полный глубокого интереса случай и жизни митрополита Филарета Следующий интересный факт Против одного священника, говорит господин Листовский, было много обвинений Журнал «Консистория о запрещении ему служить» был подан Филарету на утверждение Это было на страстной неделе Филарет проживал тогда в чудове монастыре Он взял уже перо, чтобы подписать журнал Но почувствовал какую-то тяжесть в руке, как будто бы перо ослушалось его Он отложил подписание журнала до следующего дня Ночью видит он сон Перед окнами толпой народа разного звания и возраста О чем-то толпа эта громко толкует И обращаются к нему Митрополит подходит к окну и спрашивает «Чего вам надо?» «Оставь нам священника, не отстраняй его!» Просит толпа Впечатление этого сновидения было столь сильно, что митрополит не мог отделаться от него по пробуждению И велел позвать к себе осужденного священника «Какие ты имеешь за собой добрые дела? Открой мне!» Обращается он к нему «Никаких, — владыка, — отвечал священник, — достоин наказания Но владыка с настойчивостью убеждает его подумать «Поминаешь ли ты усопших?» — спрашивает филарет «Как же, владыка?» «Да у меня такое правило!» «Кто подаст раз записочку, я уж постоянно на проскомедии вынимаю по ней частицы» «Так что и прихожане ропщут, что у меня проскомедии дольше литургии» «А я уже иначе не могу» Филарет ограничился переводом этого священника на другой приход Объяснили ему, кто был за него ходатаем «Это так тронуло священника, что он приложил старания к исправлению своему И отличался потом примерной жизнью» Вещи сона Саяна Кронштадтского 14 декабря 1895 года Испомнил 40-летие служения в освященном сане отца Иоанна В этот день после поздней литургии Высокочтимый юбиляр В своем слове, обращенном к предстоящим в Кронштадтском Андрейском соборе Между прочим, рассказал о своем вещем сне Виденном за 15 лет до назначения в Кронштадт Куда он был определен в 1955 году «Велико было мое удивление, — сказал отец Иоанн, — когда я увидел сияющую внутренность обновленному к тому времени храма, давно уже мне знакомую по сновидению и водорочестве Да, лет 15 перед тем я видел дивный сон, в котором мне показана была эта самая внутренность храма С этими вновь сделанными иконостасами Этот сон запечатлелся в душе моей навсегда, оставив во мне радость неземную Это было мне знамение от Бога, что я буду священствовать в этом храме Ибо тогда уже я видел себя входящим и исходящим из северных и южных врат Так как я был свой человек Как бы В историческом вестнике помещен воспоминание рассказ И заимствуем из этой статьи рассказ автора о его сновидении Собольщинова Которое подтвердилось и наяву Вспоминая начало моей архитекторской деятельности в библиотеке Не могу не рассказать одного необыкновенного психического явления Мною тогда испытанного Снилось мне однажды Что в темном углу шестой залы происходит пожар Сновидение было не страшное Но я до того отчетливо запомнил всех людей, которые были на пожаре И все слова, которые они говорили Что даже рассказал свой сон жене Спустя несколько дней снился мне тот же пожар И в том же углу шестой зала Но с такой тревогой и такой беготею Что я даже проснулся от волнения Второй сон я также рассказал жене Прошло еще, может быть, с неделю Как тот же зловещий сон Представился мне, но уже в размерах ужасающих Я видел пожарную команду государя С криком вскочил я с постели И, придя в библиотеку, отправился прямо в шестую залу Чтобы осмотреть темный ее угол Над шкафом по стене тянулась темная полоса копоти Такие бывают у душников Но хотя под этой полосой действительно был душник Она показалась мне чернее И я просил эконому приказать не топить коробовой печи Стоявшей в подвале Под тем местом, где тревожные признаки были обнаружены Одну печь можно было перестать топить Потому что было такое время года Что холодов уже можно было не бояться С наступлением времени ремонтных работ Я разобрал шкаф И в соединении стены с плитной выстилкой Под шкафами нашел щель Сквозь которую огонь проникал из дымовой трубы Прямо под шкаф Нижняя сторона нижней полки уже превратилась в уголь Не доставало небольшого отверстия, чтобы раздуть пламя Сделали все, что было нужно, чтобы совершенно устранить опасность Эконом не решился доложить директору Ни о грозившей беде, ни о мерах, принятых к ее устранению Действительно, случай этот мог сильно встревожить директора И произвести такую историю От которой пострадал бы, может быть, и строитель здания Щедрин Вижу тем, как по справедливости Его никак нельзя было обвинять Строителю не было никакой возможности усмотреть То, что и нашел совершенно случайно я Мог ли строитель или его помощник наблюдать Как клали плитную настилку Которая со множеством других, более важных работ Производилась в нескольких местах в одно и то же время Подняв плиту, я нашел разбитую шайку Сломанные носилки и рогожу Все это было уже сгоревшее И только по группам угля можно было угадать Какие это были предметы Так называемые сны, предугадывающие будущее Не только не подаются объяснениям Ламброзона Даже выходят из пределов естественного и объяснимого Предпослав эти строки, Петербургский листок Сечатает один из таких снов Престижной поверенный К.О.Ф. Во время пребывания своего в Новороссийском университете Занимал небольшую комнату в окраине Одессы Однажды это было осенью Он возвращался домой очень поздно, шел проливной дождь Тьма была страшная Все это действовало на Г.К.О. удручающим образом И ухудшало и без того скверное расположение его духа Придя домой, он быстро разделся, лег в постели, крепко заснул Прошло не более часто, как он был разбушен громким стуком Исходящим из угла комнаты Открыв глаза, он увидел перед собой высокую фигуру старика Одетую в крестьянское платье Слыхав ранее о привидениях, он сразу догадался, что за гость посетил его Но странное дело, он нисколько не испугался И только с любопытством разглядывал фигуру Старик поднял руку и пристально, глядя на лежащего Повелительно проговорил Встань и иди за мной, я покажу тебе вещи, которых еще никто не знает Но о которых завтра заговорит весь город Он проворно встал, оделся и пошел за стариком Входные двери квартиры распахнулись без шума И они учитились на площадке Старик стал спускаться с лестницы А Кэлов следовал за ним Они прошли два этажа и остановились перед запертой дверью Эта дверь вела в квартиру купца, уехавшего по делам в Константинополь И оставившего дома для присмотра свою кухарку В это мгновение мимо них прошмыгнула какая-то тень, одетая в серый костюм Несмотря на быстроту, с какой эта тень побежала вниз Кэлов, тем не менее, запомнил черты ее лица Спутник Кова начал делать перед стеной пассы И она постепенно стала расплываться Наконец-то Рик сделал последний энергичный жест рукой И громко крикнул «Смотри!» Кэлов взглянул и обомлел Перед его глазами представилась кухня В углу стояла кровать, и на ней лежала женщина с перерезанным горлом Кров лилась фонтаном и наполняла кухню Над женщиной стояла какая-то фигура в сером костюме и злорадно улыбалась Кэлов, к удивлению своему, узнал в ней ту тень, которая несколько минут перед тем прошмыгнула на лестнице Он не уверял, что вид зарезанной женщины не произвел на него никакого впечатления Уверял И он смотрел на труп совершенно равнодушно Таинственный старик, сопровождавший Гея Кова, показавший ему эту квартиру, стал постепенно расплывать все вместе с трупом И, образовав туманное пятно, исчез Он же открыл глаза и с удивлением осмотрелся Перед ним была та же обстановка его комнаты И в окно врывались уже первые проблески начинавшегося рассвета Тогда он понял, что это был не более как сон Что-то неудержимо толкало его посмотреть квартиру в билетаже Он встал, оделся и спустился вниз, но дверь была заперта по-прежнему И ГКО отправился по своим делам Там он узнал, что в городе совершено зверское преступление, зарезана кухарка Предполагая связь этого преступления со своим сном, ГКО поспешил домой и увидел на улице толпу народа Он пошел в квартиру, где была зарезана кухарка И застал там полицию и следователя Он был поражен сходством обстановки, свиданной им во сне И рассказал об этом властям При разборе вещей убитой было найдено несколько фотографий И в одной из них ГКО без труда узнал старика, показавшего ему ночью картину убийства Это был отец зарезанной кухарки В коллекции же полицейских фотографий, показанных ГКО при расследовании дела Он нашел одно лицо, замечательно похожее на фигуру, стоявшую над телом убитой, злорадно улыбавшуюся Заявление было принято И по фотографии очень скоро нашли убийцу, сознавшегося в преступлении и понесшего справедливую кару Передадим знаменательное сновидение матери о судьбе ее сына В январской книжке исторического вестника за 1895 год В небольшой статье под заглавием Сона Рылеевой Рассказывается о том, как мать казненного декабриста Кондратия Рылеева Заранее предвидела печальную судьбу своего сына На основании одного вещего знаменательного сна Вот что она сама рассказывала, как сообщает о том госпожа Савина В кругу своих знакомых об этом знаменательном сне Коне было всего три года, когда он, дорогой и любимый мой мальчик, опасно безнадежно занемок Продолжение следует... Продолжение следует...